Сегодня у нас четвертая лекция по Java Core и четвертая лекция первого модуля процедурной Java. Последняя четвертая лекция. Это январская группа Java Core. Так, сегодня у нас завершающая тема память Java. Собственно мы рассмотрим, что такое stack, что такое heap, garbage collector, кого когда он убирает. Может быть первым Java немного рассмотрим. И ключевые примеры, собственно говоря, буквально половина компаний в городе, если тестируют, пытаются как-то проверить то, что у нас есть передача по ссылке по значению. Поэтому у нас сегодня будет такой ключевой вопрос, позволяющий на самом деле понять, как устроена Java. При этом на удивление, в абсолютном большинстве книг, я не встречал ни одной книги, где была бы эта тема хорошо объяснена. То есть якобы человек это должен откуда-то вынести. А ему просто намеками говорят. Вот, это раз. Два. Поскольку мне скучно второй раз читать тот же сам материал, уже третий. Поэтому я объясню тот же сам материал, но с другого конца, на других примерах. Поэтому, во-первых, примеры на сайте остаются все с предыдущей группы, я только добавлю примеров. Возможно, будет вам также интересно посмотреть видео предыдущей октябрьской группы. То есть материалов у меня получается больше, ну я скажу примеров раза в полтора больше, чем он за два часа объяснит. Поэтому в этот раз я начну с новых примеров и зацеплю старые, самые важные. А старые, которые менее важные, можете поставить на предыдущем видео. То есть ситуация такая, что чем больше читаешь, тем больше примеров накапливается. Итак. Память в жалобах. Такая интересная штука, она практически ненаблюдаемая. То есть очень тяжело поставить какой-то эксперимент, который напрямую нам покажет наличие хипа, например. То есть мы можем эти штуки обнаружить только посленно. Ну самый яркий пример, когда закончилась память, например. Значит мы где-то память закончили. Где-то она была какой-то, если у спамить, он истощен. Или что-то подобное. Поэтому, соответственно, сегодня практически вся лекция будет заключаться в том, чтобы был ломать виртуальную машину. Потому что иначе, ну то есть у по системы памяти в джаве как бы сорцов нет. То есть она не лежит ни как в JDK. Она есть в сердцах виртуальной машины, написано C++. Если мы там ковырялись, мы можем сказать, что вот эта строчка кода отвечает за то-то. На джаве мы эти вещи исследовать совершенно не можем. Итак, давайте начнем с конкретного примера нового, весьма сложного, интересного. И потом от него начнем плясать. Какие есть версии? Что будет, если я запущу вот эту вот программу? Давайте не так сделаем. Просто, может, кто-то уже знает, вот такую программу. Можно шить больше? Да, да. Сегодня на удивление короткие примеры. Джаве можно сломать на удивление короткими штуками. Может, вот так. Могу еще чуть-чуть больше, наверное. Да, я могу. Скажите, то есть. Вот. Какие-то идеи есть? Новое место, да. Ну да, как видим new, два раза. Как видим, два новых объектов. Ну тут, наверное, вот эти... Массив из двух элементов, каждый из них объект... А, нет. Так оно, наверное, объяснится два объекта, а второй из них выходит. Переполнение прояснений. Бесконечный, бесконечный, это, то есть, аж рекурсия. Да. Памяти. Оно начнет рекурсивно создавать объекты. Как фрактал, так и все. Ну, не фрактал, скорее, очень длинный, односвязанный список. Во фрактале нужна самоподобность. Ну да. Выраженный фрактал. Я хочу сказать, что в этом примере, в зависимости от этого показателя, кончится одна из двух разных паник. Так, наверное, нельзя сказать по-русски, но очень хочется. Вот, например, при 1024, если мы стартуем, ломается это исключение, stack trace. И оно говорит, stack coverflow raw, не хватило стека. Переполнение стека. Ошибка переполнения стека. Но если я эту штучку увеличу, чтобы не запоминать, как писать правильно мегабайт, я умножаю 2 килобайта. И, кроме того, читающий сразу видит. Тоже мы ломаемся, stack уже покороче. И ошибка out of memory raw. Нехватка хипа. В принципе, в GVM три разных области памяти. Я не смог придумать один пример, который бы ломал небольшими модификациями по очереди каждую из трех. Я третью permanent generation ломаю отдельно. То есть, у нас получается, что наша программа очень легко сказать. Какая-то малейшая ошибка в проектировании программного обеспечения зачастую приводит... Ну, вот, типа вот такой. То есть, мод не выглядит, ну, на счет сложности, не знаю, не выглядит большим. Может сделать две разных ошибки. Причем одного рода... Ребят, может... А то сильно слышно. Бухки. Две схожие ошибки, но все-таки разные. То есть, мы можем закончить память двумя разными способами. Либо закончить stack, либо... Out of memory raw — это закончить хип. Либо закончить хип. Хип — куча. Я буду так-так говорить, потому что и так, и так принято. Итак, давайте сразу не исследуем, что же здесь происходит. Так, во-первых, еще раз, о стиле кодирования не рекомендуется. Не рекомендуется множество различных серьезных действий вот так вот сворачивать, как я скажу, в одну строту. Потому что человеку приходится очень серьезно, вдумчиво смотреть на то, что здесь происходит. Тут одновременно и рекурсия, и создание нового массива объектов с двумя аргументами, и создание одного из аргументов массива на мегабайт. И, кроме того, судя по тому, что я массив ARC... Кроме того, это дело еще односвязанный список непрерывно люблю. Я получил ARC, создаю новый аргумент, куда старый запечатывают. Я создаю новую ноду, которая ссылается на предыдущую. Давайте все это развернем. Желательно все миновать. Хорошо. Назовем это DARC. Назовем это DARC. Итак, давайте это нарисуем. Небольшое видение. Что происходит? Я буду говорить все на примере Windows. На примере Windows все то же самое. Что происходит, когда я в операционной системе стартую в Java.exe? Операционная система каким-то образом получает команду, что надо запустить данный исполнимый файл. Например, я на нем в менеджере каком-то драконом навел мышку дважды классную. Виртуальная машина смотрит, да, это расширение там хорошее, я запускаю его. Заходит внутрь, разбирает файл и говорит, да, это корректно исполнимая программа для меня. Ну, если развернуть PDF и переменую PDF на EXE, и по нему классную, то на самом деле не программа сломается. Операционная система не запустит его. То есть там в Java.exe, в исполнимых файлах, где-то скорее всего в заголовке есть какая-то техническая информация, которая рассказывает, что будет дальше. Операционная система ее читает, в том числе там рассказывает, сколько этой штуки надо памяти. Значит, начальное действие, операционная система выделяет какой-то кусок памяти. Туда, собственно говоря, вот само это Java.exe как бы загружается. Ну, то есть внутренности, да, Java.exe равно JVM. Ну, собственно, виртуальная машина, вот она есть. Под Windows, моей версии, это исполнилый файл Java.exe. Можно какие-то диаметики себе еще подружать. Ну, для меня это точка хода. То есть, эта штука загружается. Ну, это не скуча какого-то исполнимого, собственно, кода. Ну, тело гарбич-коллектора, например. Тело подсистемы памяти, которая управляет гарбич-коллектором и управляет, собственно, отрабатывает инструкцию Mew. Что еще может быть? Ну, это подсистема, которая работает с налог по точностью, например. И так, выделялась память. А теперь JVM собирается работать. Я же запустил не Java.exe. Если Java.exe, то он так создался, скорее всего, все закрылось. Если же я пишу Java.exe, потом имя класса. По-моему, точка класса не надо писать. И эта штука есть в некотором месте, как называется, класс-пасс. Это некоторое логическое место, откуда Java.exe пытается по имени класса найти скомпирированный класс. То есть, myclass.class. Она будет искать такой файл. Допустим, они там лежат рядом, она другого находит, все. Там есть метод main, JVM будет его запускать. Она понимает, что ее, ну, если я просто так, ее без класса вызовут. Скорее всего, он у них help распечатает и закончит работать. Нет, я ей дал конкретный Java.class. Тут она понимает, что если это реальный, нормальный Java.class, то придется много работать. Конкретно. Myclass, если его можно запустить, у нее есть метод main, например. Метод main имеет аргументом массив строк. Значит, надо загрузить определение, что такое строка. В JRE лежит скомпилированная класса JDK, называются они RTJAR, где-то около 20 мегабайт. И там скомпилированные сорцы класса string. String класс там лежит. Она понимает, что это придется загрузить. А может быть, в string еще какие-то классы используются. В общем, надо работать. Надо загрузить много классов. И, собственно, выполнить наш метод main. Она понимает, что придется работать. Это некоторая память. Да, кусок, ну, не знаю. Может быть, 20 мегабайт, может быть, 3 мегабайта. Я не знаю, сколько надо в моей операционной системе, чтобы вот начать запускать. Поэтому виртуальная машина теперь самообращается к операционной системе. Абсолютное большинство операционных систем, все вообще нормальные, содержат некоторые API, которые позволяют попросить у них, чтобы они вернули тебе указатель на кусок памяти. То есть в этом смысле операционная система полностью контролирует мою ОЗУ, мои 8 гигабайт. То есть мимо операционной системы нельзя получить память. Поэтому вот Java.exe, вызывая какой-то API, Windows требует у него какое-то количество памяти. Допустим, 1 гигабайт. Мы посмотрим, или, мол, дать вам посчитать, этот параметр настраиваем. Если я тут дам определенные флаги, я могу виртуальной машине сказать, какой объем памяти она имеет право использовать. В этом случае виртуальная машина обращается к Windows, допустим, это 20 мегабайт. Я не знаю. Скорее всего, это зависит от операционной системы. Она просит 1 гигабайт. И операционная система выделяет 1 гигабайт. Выделяет ли она сразу или по кускам? Это зависит от того, как виртуальная машина просит. Является ли это один сплошной кусок или несколько независимых кусков? Тоже мы, в общем-то, не знаем. То есть в спецификации Java об этом ничего не сказано. И, соответственно, все начинает упираться в то, как конкретная JVM и даже ее конкретная версия. Конкретно в JVM Sun Hot Spot версии 1.7.03, вот как она работает. Так, немного. А Java.exe запускается как сервис? Оно висит как бы со старта Windows? Или оно запускается каждый раз, когда я пишу Java и имя класса? Не знаю. Я думаю, каждый раз запускается. Но ты когда компилируешь, как бы у тебя каждый раз запускается Java.exe? Ну, я идея как-то делать. То есть еще одна, да? Черный ящик? Да. В нем можно разобраться, но я просто не знаю сейчас. Хорошо. Да. Еще сейчас немного отстранюсь. У нас есть понятие JVM. Когда я говорю JVM, я говорю то, что описано в спецификации Java. Я китал там сложные книги и простые книги. Среди сложных книг есть Java-Lang-Spec-PDF и JVM-Spec-PDF. Одну это, собственно, оба произведены компанией, скажем там, Sun, Oracle. И там просто описано, как должен выглядеть язык, как должна выглядеть виртуальная машина. Когда я говорю JVM, я говорю, собственно, про то, что написано в этом PDF. Но есть конкретные реализации. Конкретно у компании Sam, а теперь Oracle. А до этого, на самом деле, еще какой-то маленькой стартапа. Они написали JVM, которая конкретно называется HotSpot. Потому что это, типа, узкие места, горячие места, не знаю, Spot, это что, узкое место, да, или... Вот это ты, точка. Точка. Ну, вот. Потому что это JVM, она во время работы обнаруживала кусочки кода, которые наиболее часто используются. Она анализировала их использование и перекомпилировала их, подгоняла под процессор. Поэтому на ряде задач Java легко бьет C++, потому что у нас весь код всех наших классов в любом месте. Если метод слишком часто вызывают, его компилируют специально для текущего процессора. C++ так, ну, можно так сделать, но все вручную, не к ним это виртуальная машина. Так вот, конкретно называется HotSpot. И она является частью, да, еще есть понятия GRE и JDK. Да, что такое JRE, Java Runtime Environment. Что там должно быть? Ну, должна быть виртуальная машина Java, java.exe, и должно быть скомпилированное JDK. То есть минимум там должно быть java.exe плюс rt.java, это обычно называется, real-time, наверное, что такое, run-time.java. Там тут скомпилированный класс string, скомпилированный класс integer, java.land.object там лежит. Есть JDK. JDK обычно включает, это точно не узкая, но обычно оно включает GRE, то есть JDK есть GRE плюс набор инструментов. Конкретно там на примере CRC zip. Это еще не скомпилированное JDK. Просто для того, чтобы я VDE подключил и мог видеть CRC. Собственно, оно же не декомпилирует, при декомпиляции CRC точно восстановить нельзя. Имена локальных переменных теряются, например. Поэтому они поставляют в сердце. Кроме того, там лежит java.exe, java-компилятор, java.exe, который мы компилируем. То есть, GRE необходимо, чтобы скомпилированный java-класс, java-классы просто работали. Например, тот, у кого голая операционная система, пытается загрузить сайт с оплетом. Ему, значит, оплет, броузер говорит, значит так, нам надо закачать GRE. Я не могу запустить оплет, мне нечем. Я понял, что это java, но у меня нет ничего от java. JDK включает GRE, у нас есть больше инструментов для разработчиков. Есть компилятор и куча похожих экзешников. И есть садцы JDK, например. Так вот, обычно то, что вы качаете, оно идет сейчас с сайта Oracle. И там лежит какая-то версия JDK. Я не знаю, как это правильно называется. Наверное, говорят сауновская JDK, это ораковская JDK. И там лежит их виртуальная машина. Выглядит как файл java.exe, но конкретно ее имя собственное, Hotspot. Может там еще где-то примачивать. При этом вы можете скачать JDK и виртуальную машину с других сайтов. Конкретно, точно сейчас не скажу, но есть проект OpenJDK. Понимаете, как OpenJDK. Это, собственно говоря, странная некая, как я понимаю, помню. Это компания Oracle начал сам. В их собственной версии там есть какие-то лицензии. Поэтому ряд файлов они не могут отдать сорцы. Какие-то кодеки изображений, какие-то шрифты. И они решили, эта штука вся идет в открытых сорцах. Только несколько вещей закрыто. Они решили создать некоторый клон. Взяли своих инженеров, натравили туда OpenSource сообщества. И они как бы переписывали JDK просто те места, которые закрыты лицензиями, пишут с нуля. Потом есть еще. Jirotic. Это, в общем-то, другая виртуальная машина. JDK очень похожа на САНовскую. JDK вообще почти у всех похожих. Тоже компания САН, когда выпустила свой JDK, написала сорцы класса ArrayList, например. То есть, чтобы считаться корректным JDK, нужно иметь класс JavaUtilArrayList. У нее даже у тебя определенные методы. Но вот как он устроен, его сорцы, чтобы быть корректным JDK, не нужно реализовать конкретный алгоритм. Просто иметь такой класс. Для того, чтобы код, использующий такой класс, запустился на этой JDK. Но из-за того, что САН издал все под какими-то очень либеральными лицензиями, то большинство людей, когда хотели, например, IBM создать свой JDK, они брали сорцы САНа, копировали к себе и, возможно, переписывали какие-то места, которые им не нравились. Поэтому класс ArrayList почти наверняка во всех JDK одинаковый. А вот какой-то экзотический класс, на скидку не приведу какой-нибудь, он, возможно, в разных JDK разном. G-Rocket. У большинства JDK, которые будут перечислять, очень похожи. Виртуальные машины разные. Зачастую это честные ребята с нуля пишут свои виртуальные машины. G-Rocket это Oracle изначально. И они на рынке соревновались. Oracle был G-Rocket. У САНа был HotSpot. И там все время были споры, какая виртуальная машина лучше. А вот ваша виртуальная машина спокойно манеджет миллион объектов на 64 гигабайтах. А наша вот так. А как его с паузой в гарбыч коллекции? А как у вас алгоритма? Что вас можно натюнить? А в случае крэша ваша виртуальная машина, насколько детально рэпот потечатает? Сервер упал, надо прийти посмотреть, что произошло. Теперь у нас есть определенная проблема, потому что Oracle купила САН, и теперь Oracle вот две лучших виртуальных машины на рынке. Они обещают Java 8, который выйдет летом 2013 года, и синтегировать в одну самую лучшую вообще точность теперь виртуальную машину. Вовселенной. Поэтому проблема в том, что я буду, в общем-то, описывать на примере Hotspot, но через полгода они то какие-то части, которые, наверное, были хуже, чем джировки, выкинут, а какие-то части оттуда вставят. Два года будет фиктить баги. Потом есть IBM. IBM, какая-то виртуальная машина. Они там как-то еще купили корпорацию BIA, в которой тоже была своя виртуальная машина. Есть еще компания Azul, очень отличающаяся от всех. Они разработали полностью свою виртуальную машину. стандартную. Они производят свой процессор, он называется Vega, у которого в самой максимальной поставке 768 ядер. И они утверждают, они производят сами процессор, и они под него написали виртуальную машину, которая в вордиках очень эффективно использует эти ядра. Ну скажем, мы можем отдать 10% мощности процессора garbage-коллектору. Но для этого garbage-коллектор должен иметь возможность работать в 70 потоков. Ну скажем. То есть это вообще другая штука. Они утверждают, что если ваше супер корпоративное приложение, ваш там Amazon или там что-то, ваш eBay домашний, плоховато работает на стандартном ящике, в контейнгеновском, где какие-то жалкие 32 ядра. Вы берете нашу железянку, в которой ядер сразу на полтора порядка больше, и там работаете. Они вроде на рынке крутые, деньги у них есть. То есть я особенно с ними не сталкивался, потому что это только для крутого рынка американского. Итак, теперь ситуация следующая. То, что описано в спеке по GVM, GVM-Spec-PD, оно весьма жиденькое. То есть там на детально разбираться, там сборник из того, что виртуальная машина должна делать точно, и солянка из того, что, скорее всего, как вам стоит зареализовывать. То есть они определяют четко требования, и потом говорят, ну мы ожидаем, что вы это сделаете вот так. То есть, вообще говоря, учить подсистему памяти по GVM-Spec тяжеловато. Поэтому конкретно, в общем, требует рассказывать, как устроена в этой виртуальной машине Hotspot, которая, а, буквально, наверное, самая популярная на рынке, все качают JDK с сайта Oracle. Второе, собственно говоря, они ее... Она опубликована в Сорцах. Написано, наверное, на C, C++. На C++ точно. Есть там C, Assembler, не знаю, но Assembler на юж. Вот. Они ее рано открыли, и наверняка другие товарищи, когда стартовали писать на GVM, брали ее в Сорцы и модифицировали. В этом смысле корпорация Assembler была очень классная, то есть они строились на университетских принципах, у них сильно поддерживали университеты, брали туда ребят, у них многие вещи были эталонные. Они взяли и разработали Java с ноля. То есть коммерческий язык программирования, который захватил, там, 20%, пятую часть мирового программирования. Они просто сначала сделали все правильно. То есть Java не росла, как там какие-то языки, там, год за годом набирает популярность. Они взяли и сразу написали правильный язык, который захватил до ледника. Вот. И поэтому, собственно говоря, их виртуальная машина, многие используют в Сорцы, чуть-чуть модифицировал места, которые тебе нужны, и все классно. Так, хорошо. Да, для особенно крутых, то есть, в принципе, можно скачать, и виртуальная машина Java все идет в Сорцах. Наверное, такие неплохая документации идет. Я для этого не доходил. То есть мне настолько сильно не надо было знать, как там все устроено. Когда все усугубляется тем, что все время новой версии, то это вообще дорого. только разобрался, через год все по-другому. Итак. Виртуальная машина Java XZ просит у операционной системы шмот памяти. Допустим, один гигабайт. После чего можно сказать, что она его логически разделит на три пуска. Я рассказываю, как, в конце концов, работает Hotspot. То есть можно считать спеку, наверняка в спеке не сказано, что память делит на три части. А просто говорится, что в вашей памяти можно стоит рассматривать три области, которые мы дальше будем называть так. Так и вот эта часть, мы будем называть ее stack. На самом деле это для stack. Там много stack. Ну, в общем, ключевое слово stack. Вот эта память, это heap. По-другому куча. Вот эта память, это permanent generation. Постоянное некоторое поколение. В общем, поколение, я скажу просто. Объясняю. Границы между этими штуками, нигде в спецификации не определено, что границы между ними жесткие. Что ты попросил гигабайт, тебе дали гигабайт. Сразу отрезали, сто метров сюда, сто метров туда. Посередине HIP 800 метров. Такого нет. Просто суть в том, что когда мы берем конкретные данные, конкретный ING или ссылку, или массив, мы можем сказать, в какой области памяти он находится. В принципе, возможно, что если тут создается сильно много объектов, вживаем сама. Это логические границы. В голове их сдвигает. Ведь тут объекта мало, а тут много. Берет отсюда сто метров, переносит сюда. Ну, то есть границу переносит. Возможно, виртуальная машина может еще просить у операционной системы кусок памяти и считать, что это один кусок памяти. Она не может, конечно, создать огромный объект на две штуки. Это разные куски. Ну, если тут сто мегабайт, и тут сто мегабайт. Ну, хорошо. Часть маленьких тут, часть нет. То есть это деление логическое. Итак, что такое stack? Stack – это вот я вызвал метод. Да. Я загружаю класс, у которого метод main. При этом необходимо прочитать откуда-то файл myClass.class. Ну, это буквально, ну как, это не файл. Это набор байков, которые обычно у нас читаются из файловой системы. Да, поскольку мы скомпилировали, методы компиляции лежат в файловой системе. Например, если я гружу аплет, да, технологии не популярны, не учите, просто, когда их проектировали, аплеты сыграли очень существенную роль в проектировании, как раз вот, например, работы с классами в джаре. После этого аплеты спокойно умерли, их заменил флеш, аплеты, по-моему, приватманковые используют аплеты. Таким образом, закачивают. А тот класс использует другой класс, xyz. Класс. Она опять туда ходит на сервер. Она начинает туда за другим, вытаскивает класс из сервера. Так вот. То есть, не обязательно файловая система. Некоторое место, из которой виртуальная машина может тянуть по имени, вытягивает байку. Ну, уж дальше что-то с файловой системой. Вот она загружает. После этого она преобразует myClass.class. Пусть будет называться application.class. В какое-то представление в памяти. И вот здесь, в permanent generation. Класс и грузится сюда. Сознается кусочек памяти, где лежит myClass. Пусть он пытается up. Только он уже не класс, а в непонятном формате. То есть, он был когда-то классом, сейчас он не класс. Просто bytecode, да? Ну, черт его знает. Когда джавовский код скомпилирован, то абсолютно четко описано, как он хранится в виде байкового массива. В виде application.class. Там, да, байт-коды, которые что-то описывают, объявления переменных, там и все. Но, когда и описано в GVM-Spec, каким образом виртуальная машина должна эти bytecode выполнять. То есть, оно все должно выглядеть как будто, как она встречает инструкцию и add, она должна сложить два int. А вот где она встретила инструкцию? Делали она при процессе? Она это интерпретирует или она может транслирует все в код родного процессора? То есть, бьет из bytecode, превращает это все дело в исполнимую программу данного процессора, исполняет его. Это мы не знаем. То есть, в этом суть виртуальная машина. Мы исполняемся на некотором как бы виртуальном процессоре. Выпиши с компьютерного файла байт-коды для, в общем-то, несуществующего процессора. Ни для Intel, ни для AMD, ни для ARM. А некоторые виртуальные Java-машины. А исполнять их приходится на конкретный реальный процессор RIMPT. Поэтому тут превращают наш класс в нечто, что удобно виртуальной машине. Или что можно исполнять на конкретном процессоре, например, Intel AMD. Теперь, эта штука тут загружена. И у нее вызывает метод main. То есть, как видите, тела методов, они хранятся вот здесь. Вот, само тело метода main хранится вот здесь. Вот, внутри, она хранится один раз. Сколько бы раз не был вызван метод main, вот само определение, что там происходит в методе main, Ох, издалека она что-то будет, блинная лекция. Так, вот конкретно, вот это вот тело, вот это, да. Что в методе main надо вызывать F и аргументом дать null. Вот тело вот этого метода. Соответственно, вот это правило, что надо завести локальную переменную, после компиляции имена стирать, локальную переменную какую-то, типа байтовый массив, и сделать ее байт. Где-то хранится вот это вот, да, 1024 на 1024. То есть, где-то хранится. Оно хранилось в компиляционном файле, которые вытащили в память, чтобы удобно было читать. Это хранится здесь. Но, когда непосредственно методы выполняются, то где-то нужно хранить конкретно инстанции локальных перемен. Конкретно, когда я проделываю рекурсию, я измерно вызываю сам себя. У меня возникает в памяти множество копий локальных перемен. Правильно? С такого лучше начать. То есть, смотрите, метод main – самый обычный метод. Некими волшебными свойствами он не обладает. Кроме того, что договорились, чтобы виртуальная машина знала, с чего стартовать, у нас точка входа должна быть такая. Это статический метод с такой себе натурой. Может быть, по-моему, не паблика. Главное, что это не приват. По-моему, можно дефолтнуть. Вот конкретно, когда этот метод… Поэтому я использую main, чтобы пример был вообще минимальным. Но теперь смотрите, что получается. Вот метод main, вот здесь в хипе, выделяется кусочек памяти, где не инструкции хранятся, а конкретно что происходит. Когда мы вызываем этот метод, у нас есть локальная переменная дата. И мы где-то должны хранить ссылку. А потом мы берем и вызываем новый метод. На самом деле я рисовал вот так, они стоят один за другим. Это называется frame-активация или frame-метод. Тот кусочек памяти, в котором лежат локальные переменные методы, когда он вызван. И мы отсюда вызываем новую версию main. Когда мы входим в main, тот второй main тоже заводится локальную перемену, уже другую. И оттуда опять вызывает. И опять. Тут заводится локальная переменная. То есть это было бы скамерно, если бы было все вот так. То есть это локальная переменная дата. Каждый раз, когда я вызываю метод, создается отдельно для этого вызова, создается вот этот frame-активации, где лежат локальные переменные. Тут важный вопрос. Что будет, если я в один метод, это можно получить, но один метод одновременно вызову двумя разными потоками. У меня 16-ти четырехъядерная машина, зашло одновременно два клиента и абсолютно одновременно зашли в один метод, который генерит там страницу index.gsp. При этом нельзя одновременно... Второй поток, у него будет создан свой стэк и у него будет своя рекурсия. То есть надо понимать, что локальные переменные потому и локальные. Что, а, я не могу повторно зайти в то же самое место. На самом деле, когда я ушел, потом могу вернуться. Если я из метода вызвал... Баня, там мы стэки еще размещаем, да, получается? Да, да. То есть когда я вызвал, например, я был в методе main, я вызвал метод sinus. Я сейчас в методе sinus. Когда он закончится, я вернусь в метод main. Да, вот так я могу повторно зайти в метод main и опять попробовать локальные переменные. Никаким другим способом я не могу еще раз встретить эти же локальные переменные. То есть поэтому они называются локальные переменные. С одной стороны, их нельзя расшарить. Это как бы плохо. С другой стороны, мы точно знаем, что они принадлежат только данному конкретному вызову. Только я ими сейчас пользуюсь и они исчезнут, когда я им перестану пользоваться. Никакого ни мусора, ничего не остается. Итак. Но кроме того, давайте большую картину. Идет вызов. Вообще говоря, конкретно в ходспоте сделано так. Когда поток стартует, ему сразу выделяется под вызов. Выделяется кусок памяти. Скорее всего, она непрерывная. Потому что так быстрее работает процессор. То есть, скорее всего, отсюда досюда какой-то кусочек памяти. Допустим, один мегабайт. Опять же, это все в конфигурированном параметре конкретной виртуальной машины. И когда из метода вызываю метод, то один за другим выделяются кусочки памяти. Когда из метода выхожу, я просто поднимаюсь вот так. И вот этот кусочек памяти освобождается. Когда я возвращаюсь, эта штука стирается. Я зашел и вышел в нее. Например, если я второй раз вызываю метод синус, я вот, например, делаю, смотрите, метод main как выглядит. В методе main я вызываю масс синус. Да, от нуля. В бесконечном цикле. While true. Что получается? Я захожу, создаются фрейм для метода main. Из него хочет вызвать синус. То есть, виртуальная машина видит, она исполняет инструкцию вызов синуса. Она идет в определение класса масс. Вот этот класс масс. Читает в нем, как определенный метод синус. И вдруг оказывается, что метод синус, допустим, найдет 10 локальных переменных типа W. Допустим, я не знаю. Она говорит, хорошо. Значит, у тебя будет 10 локальных переменных, каждая по 8 байт. То есть, тебе надо где-то хранить свои 80 байт. Можно сказать, это техническая информация, но эти конкретно она хранит вещи. Она вот здесь выделяет эти 80 байт, плюс какая-то техническая информация. Я туда захожу, пользуюсь локальными переменами. До меня ими никто не пользовался. И когда я выхожу, виртуальная машина эту память как бы освобождает. Если я еще раз while true вызываю синус, все повторяется. Какие-то хипы или в стеке? В стеке. Да, на том же самом месте выделяется память. Но при этом спецификация языка так определена, что я никаким образом предыдущие значения локальных переменных читать не могу. Ну, как это у нас выглядит? Смотрите. Если у меня есть дагул D, неопределенный, например, то я D считать не могу. Видите, как у Алия машины, ну вот она конкретно говорит, она говорит, у тебя неинициализированный D. Т.е. она запрещает мне читать локальную перемену, если я туда, например, не писал. А все, кстати, там что-то можно, да? Не знаю, но... Старые данные. Плюс, что-то случайное значение, там, не может. Грязное значение. Хотя, в общем-то, эта локальная переменная находится на том же месте. Ну, здесь у нас рекурсия, да? Я из мейна, ну, у меня же мейн вызывает мейн, мейн, мейн. Нет. Это было вот в моем случае. Я периодически вызываю одну ту же функцию. Т.е. она выделяется все время в одном и том же месте. То, в общем-то, старые локальные переменные, новые локальные переменные, в общем-то, выделяются на месте старых. Ну, зачем виртуальной машине каждый раз по-новому для тела метода синус тут строить фрейн? Но суть в том, что сам язык так построен, что я не могу считать прежние значения локальных переменных. Просто язык говорит, инициализирую данные. Если я этого запишу, я перезапишу старые данные. То есть сам язык так устроен, что я не могу прочитать вот сырую память. Даже меня выделили на прежнем месте, где что-то лежало, я не могу это почитать. Когда я выделяю массив чисел, он заполняется нолями, например, принудительно. Даже в той памяти что-то было. Если я создаю класс, его поля принудительно в дефолтное значение выставляются. С какой-то кусочек кода запускается и всем числам присваивают ноль, всем ссылкам нол, всем булленам false. Итак, мы вызываем, но каждый раз, когда мы делаем, если у нас типы примитивные, дабл, он лежит прямо здесь. То есть да, он занимает 8 байт, и вообще с большой вероятностью, вот здесь просто есть кусочек 8 байт подряд, где лежит мой табл. Возможно, там есть какая-то техническая информация, возможно, там не 8 байт больше. Ну почему? Каким-то образом мы же можем код во время исполнения подключаться к дебаггерам. Как-то же дебаггерное делать. Если там все так плотно лежит, что нет ни одного места для технической информации, в реале дебаггер работал. Ну, в общем-то, можем считать, что в стеке есть непрерывный, вот для переменной ID есть точно где-то 8 байт, где лежит этот дабл. А дебаггером можно подключиться там к работающей программе? Или он создает как sandbox, и там уже как вы? Дебаггеров нет, дебаггеров вот не знаю. А есть jvm-тип, он называется, java-tool-интерфейс. Там, по-моему, можно на горячую подключиться к работающей виртуальной машине и чуть ли не заставить свои куски исполненного кода. Там какие-то методы можно наблюдать, но очень тонкие. Вызовы методов, по-моему, можно ли прямо залазить в стек, я не знаю, но опрашивать состояние стека, по-моему, можно. jvm-tool-интерфейс. Можно на горячую подключаться к виртуальной машине. Это уже личная особенность. Эта спека, по-моему, стандартизирована. Но то, каким образом конкретная реализация умеет подключаться к конкретной виртуальной машине, это особенность устройства конкретной виртуальной машины. Как html, он написан в стандарте. Но конкретно, каким образом я плагин подключаю к Mozilla, это дело Mozilla. Mozilla как-то интерпретирует html и как-то придумал себе плагины. Это как плагин сращивается с Mozilla, это уже ни в каком стандарте не описано. Итак, есть ли у нас тип примитивный? Примитивных типов Java 8. Это boolean, boolean примитивный тип. И семь чисел. Два числа с помощью точкой, это float и double. И пять целых чисел. byte, short, char, int, long. То они хранятся прямо здесь. Если же у нас тип ссылочный. Массивы это ссылочные типы. Массив примитивов тоже ссылочный тип. То вот, когда я пишу, да? Byte data равно new. А char это там, где unique-код хранится, да? Тут определенные сложности, потому что char, это целочисленный тип данных, это безнаковая go-byte. От нуля до 65535. Вообще, я там как бы хранишь, что хочешь. Я храню там число 7. В этом смысле, если я хранимое в char интерпретирую как знаки unique-кода, это значит, такая у меня роль. Ну вот, у меня есть int, написано 25. То есть вопрос, хранишь ли ты в int возраст? Ну нет, в int я храню целое число. В этом смысле utf, он не относится к типам данных java. Итак, то они хранятся прямо здесь. Это примитивный тип? Да. Если же у меня тип ссылочный. Ссылочный это буквально все, для чего мне надо вызвать new. Ну а если перечислять, то это классы и массивы, по большому счету. У интерфейса не может быть экземпляров. Конкретный созданный экземпляр должен иметь тип. И этот тип должен быть классом, не абстрактным. Итак, когда я делаю new, то у меня происходит следующее. Как правильно говорить? Вы смотрите. Первое. ListL равно newArrayList. Какой тип L? List это предок карре листа. Все корректно, все конфилируется. Правильный ответ такой. Тут два типа присутствуют. Может быть даже два класса. Например, abstractList. L это ссылка типа абстрактный лист на объект типа ArrayList. То есть даже в правильном определении, что такое L, присутствуют две штуки. Говорят, L это ссылка типа вот это на объект типа вот это. Так вот. То, что в правой части, то, что по new. New работает только с точным типом. Тут надо имя класса. Имя интерфейса не прокатит. Нужно имя класса, причем не абстрактного. В new там никак выкрутиться нельзя. New должно указать точное имя класса. Поэтому в книге по шаблонам, целых пять шаблонов, как выкрутиться, чтобы обходиться без new. Оно очень ограничено, очень четкое. Шаблоны создания билдер, фактори метод, абстрактная фабрика пытаются вот эту штуку расшатать. Она очень жесткая. Тут идет точное имя класса. Да, у меня написано new байтовый массив. Конкретно new. Да, да. 1026. При этом виртуальная машина. Когда видит new. Она говорит, что сзади за классом. Она говорит, массив байтов. Она в хиппе. Это степь. Хиппе. Она ходит определение вот этого типа. Определение своего массива определяет. Если бы я создала массив класса в юзер, она пошла бы сюда. Нашла определение класса юзер. Сколько тебе памяти надо? Столько там. Она хорошо. Она в хиппе. Выделяет объект. New всегда приводит к созданию объекта в хиппе. Создала объект. Конкретно если это байтовый массив на 1024, то скорее всего вот эта штука это примерно 1024 байта и наверное еще есть какой-то заголовок технический. Массивы почти наверняка. Спецификации этого не сказано, но по-другому делать глупо. Массив это сплошной кусок памяти. Именно поэтому мне взять 157 элемент очень легко. Я просто знаю размер элементов. Еще. Массивы гомогенные. Массивы содержат элементы одного типа. Для чего это сделано? Для того чтобы знать, что у меня тут миллион юзеров. Юзер занимается там столько-то. Значит 1054 находятся через размер одного, умножаем 154 и смещаемся в лотуру. Для скорости. Байт. Один байт занимает байт. А есть массивы типа вариантов? Нет. Нет. Когда создаем массив, должен указать один точный тип. И дальше система типа начинает отслеживать, то ли этого сунуло или нет. Потомка засунуть можно. В массив объекта можно сохранить integer. Можно сохранить стринг. В массив стрингов можно сохранить стринг его потомков. Стринг финальный класс, потомка нет. Вот тут какая техническая информация. Почему? Потому что массив точка лэнс должен выполняться почти мгновенно. Вряд ли оно бежит и считает элементы. Объект может быть динамичного размера? То есть там меняться в зависимости от параметра? У меня, например, есть... А, тогда будет массив ссылок на какой-то объект. Он будет переменного размера. Они будут храниться в разных местах памяти. Сейчас объясню. Нет. Размеры объекта меняться не могут. В общем-то, сам размер объекта задается количеством и типом его полей. Если поле на что-то ссылается, linked list, то оно хранится в другом месте. Поскольку количество и тип полей и объекта изменить в фронтайме нельзя, то все. Итак, создается объект. Почему какая-то есть примочка небольшая? Потому что array events очень много.